Ребята, всем привет-привет! Воскресенье, Санкт-Петербург. Практически пустой город, все на карантине. Я все еще на больничном. У меня вот такая вот куча обезболивающих, противовоспалительных, какой-то апокалипсис прям. В которой стоматологии делал, мне надо снимать швы. Она работать у нас не будет, так как объявили выходной недельный. Нужно будет искать какую-то поликлинику, что ли, где их снимать, хрен его знает. В поликлинику страшновато идти, потому что там народу много. Самому снять у зеркала, это тоже как-то поездно, я не знаю. Сегодня у меня по планам заехать в аптеку, заехать за продуктами. Не так глобально там, чтобы наводить панику. Как я, сколько я, три дня дома просидел, вообще не выходил. Когда это получается, в четверг, что ли? Заехал, в одну пятерочку чуть-чуть купил, в другую пятерочку, потом в магнит. Набрал такой три пакета, домой уже приехал, три пакета занес. Ну, чтобы не так, что я там зашел, скупаю, все прям. Не такое самое необходимое, купил. В общем, фига у меня видно, что немного два штуки удалили. Такое сложное удаление было. Не знаю, сижу, этих вот три выпил, потом от отеков вот эту выпивал. Нась и кетанов. Но кетанов, он такой сильнодействующий, на печень влияет, что я его прям по половинке перед сном. Потому что вот это место, где... Ну, это о чем я говорю? Где, в общем, зашивали, оно очень тяжело так, пока у меня все тут срастается. В общем, делаю я все, чтобы было красиво, чтобы прям такой в идеале был. Сегодня мы увидимся с каналом происшествия СПБ, с девчонками. Мы с ними уже знакомы, с репортером. И посмотрим, послушаем, что вообще происходит. С ними поболтаем и съездим, может быть, на какой-нибудь выезд с ними. То есть до обеда мне хотя бы нужно побыть на свежем воздухе, погулять. Потом поделать дела и снова домой. Опять дня на три, наверное. Три на четыре, потом снова выдвинемся. Постараемся поменьше выходить на улицу, потому что все новости прям только о коронавирусе. Ну, будем придерживаться законов. В июле у нас по планам было съездить в Тюмень, Казахстан, Сочи, Крым. Но в Казахстан, если будет закрыта граница, то отбой. Печально. За границу... Пипец. Где народ отдыхать будет? Куда мы все поедем? В Сочи тоже все позакрывали. Я позвонил Ваньке, другу. Ванька говорит, что у нас с понедельника также на выходные. Все везде позакрыли. Короче, идти некуда. В Москве также. То есть все, сидим по домам. Занимаемся домашними делами. Посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, продлят карантин до Пасхи. Не будем, конечно, утрировать все это. Раздувать какую-то панику. Пропускаем пешеходов. Я никуда не тороплюсь. Посмотрим. Сейчас спросим у девчонок. Они-то в курсе всех событий. Красивые девахи такие. Но Петербург, ребята, пустой. Туристов нет вообще. Сейчас женщина прошла пешком по маске. Хотя в аптеке был. Даже сама продавец была без маски. Ну, она через стекло, по-моему, разговаривала. Такой вырез был. Не знаю. Посмотрим сегодня, что у нас тут творится. И живенько-живенько домой. Все закупим, что нужно. И закрываемся. Щелк, и все. Реально город как опустел. Правда, как в фильме «Я легендная». Все припаркованы. Один-два человека ходят. Да. Пусто, пусто, ребята. Надо плату еще улицу снять. Время 9 утра. Капец. Капец. Что творится? Пустой Петербург. Ё-моё. Жизнь. Ладно, поехали. Нам немножко осталось. Все, ребят, подъезжаем. У нас Нюра стоит. Повязки. Привет, привет. Здравствуйте. Привет, привет. Сколько лет, сколько день? А что это мы не дома сидим, а разъезжаем в карантин? С вами немножко повыть. Ну, давайте. Садись, садись тоже завязать. Это Александр. Да, это Александр. Как вам мой лук карантинный? Обалденный. Красиво? Никаких не найти сейчас этих масок. Смотрите, я сшила. Вчера две. Хотите, я вам подарю вторую? Я ее еще не надевала. Ну, ладно. Готовы принять мой подарок? Держите. Спасибо. Будут у нас одинаковые масочки. Что у нас творится? Вам-то... Да, да, я пока сниму. Все это же, как сказать, ближе. Что у нас творится? Город пустой. Так, мы хотим сегодня, пока нет никаких серьезных происшествий, поехать и устроить рейд по тем, кто не сидит дома и не выполняет указ всех... Это мы? В том числе. Мы, конечно, в том числе, но нам-то журналистам сказали, можно работать. Точнее, даже нужно. А те, кто не сидит дома, а гуляет в парках, вот их-то мы сегодня и прихватим. А по дороге мы будем смотреть с вами, какие есть парикмахерские. Может быть, заедем в какой-нибудь из парикмахерских. Рабочие? Пострижемся. Ну, на самом деле, нет, конечно. Посмотрим, кто из них работает и почему это они работают. И как-то они собрались стричь людей в карантин. Все понял. Как мне нужно в томатологии, в томатологии закрылась. А, кстати, частные, возможно, работают. Мне в поликлинику сказали ехать. Ну, будем искать, все посмотрим. Мне интересно прям. Ну, поехали. Александр, привет. Так, парк в трехсотлетие. Хорошо. Сейчас, ребята, будем смотреть парикмахерские, какие у нас нарушают. А еще что у нас закрывается? Так, смотрите, вот это вот открыто, здесь кофейня. А, кофейня, а, тоже нельзя же, да, получается? Да, они вроде бы должны были все быть закрыты. А у вас все, бумажки же, да? Как она? Официально. Можно хоть куда заходить? Ну, допустим, да? Да, по-любому. Класс. Ну, конечно, закрытый парк мы перелазить не будем через забор. Ну, имеется в виду, можно зайти, сказать, так и так. Я являюсь репортером, да? Да, и уточнить. А что это, работаем? А что это, мы работаем? А вы что, ходите? Да? Не, ну, я сегодня в аптеку. То есть, а вы что работаете? Магазин, в аптеку, по всем делам сразу все сделаю, и опять дня на три закроюсь. Я и так три дня дома сидел. С ума чуть не сошел. Так, ну, продукты, ладно? Не, продукты оставляем. Рестораны. Время 10, как раз все должно открываться. Цветочные, да, по идее? Закрытые. Цветочные, это да. Аптека пусть работает. Так, ну и что? Что делал дома, пока сидел? Я ничего, телевизор смотрел. Сериалов накачал. Какие сериалы посмотрел? Военные всякие. Прокатились два квартала, пока нарушений нет. А Нюра настроена так вот. Сейчас разнесу всех. Так, ну что, это я теперь не на фуре? Я пока нет. Вроде... Пока на больничном. А ты вернешься на них? Ну, да, наверное. Такая тишина в городе. Такое было? Вот всегда бы так, а? Да ну, страшно. В метро никого. А чем дальше-то это все сулит? Вообще-то, продолжение какое-то. Так, прямо пойдем, да? Да, прямо. Что у нас там показывает. Как-то знает, что дальше будет. На направлении. Здесь можно. Слушай, ну, меня по-другому показывают. Ехали прямо. Все равно. Не, реально тишина. Так, смотрим здесь. Зато без пробок. Ну, а за это какой-то есть, как она называется, штраф, либо нарушение? Все везде закрыто. Слушай, а я, кстати, не знаю. А можешь погубить? Может, там какой-то штраф? Это тишина есть, было бы ответственность за это нарушение. Пока, ребята, реально все закрыто. Петербург молодцы. Да. Здесь направо, потому что нам нельзя уже. Да. Вот, да, кафе закрыто. Так, а что там было? Закрыто тоже было. Да, конечно, паримхахерские надо искать где-то на окраине. Все закрыто. Молодцы. Ну, да, все закрыто. Вот это вот горит свет. Вот что это значит? Нет, вон табличка висит, что закрыто. Контрольный свет какой-нибудь. Дворцовая площадь, ребят. Туристов нет. Обалдеть, мы тут гуляли, тут толпы народу всегда. Просто мечта любого туриста. Абсолютно пустой Петербург. Так же скучно. Зато свободно. Там вот сосиски готовили. Ну, эти как они, хот-доги вкусные-вкусные. Вот здесь на углу. Пальцем не показывай. И все, никого нет. Глинтвин не продают. Не согреешься. Нет, Глинтвин есть. А, кстати, это тоже можно было бы, да, у них спросить? Да. Ну, так вот сложно, конечно. Знаешь, увидите, остановиться сразу. Ну, у вас много съемок вот по поводу коронавируса вообще на эту тематику? Ну, у нас так лишь по происшествиям в основном. Нет, вот чтобы проверять, ездить. Карантин-то только сейчас начался. А кто вам информацию вообще дает, чтобы вы выезжали быстро-быстро на это все? Ну, да по-разному. Ну, вот у нас продюсер мониторит всякие группы. Все, что возможно, где можно увидеть какие-то новости. И вы все быстренько хлоп и поехали, да? Мы быстренько выезжаем, да. Потому что я смотрел, там у вас прям и на пожары успеваете, и туда, и сюда. Сейчас возник вопрос, где обедать будут, ребята? Да, самая большая проблема. Что кушать? Неураград в ленте. Бутербродами. Сэндвичи. Салатиком. Сэндвичи хорошие там, кстати. Я-то привыкший в кабине кушать. Сухомянку. А вы-то по кафе каждый день. А теперь что делать? У вас богатых не понять. Придется искать открытое кафе и не жаловаться на них, а у них быстренько покушать. А потом нажаловаться? Да, а потом нажаловаться сразу. Сначала поесть, а потом сказать, что это такое? Что это такое? Почему работает? Почему открытый? Так, куда едем? Где у нас там? Вот туда. Нет, вот туда. Вот туда? Да, по набережде. И до конца прям. Но здесь ничего не будет сейчас. Нет, ничего нет. Ничего не открыто. Здесь тоже все закрыто. Даже шаверму не поесть. Что ж такое? Ну, как люди отнеслись, да? Хотя не было такого объявления, то, что если кто-то открыт, конкретно какой-то там штраф. Нет, ну молодцы. Это хороший подход. Да. Вот, видишь, маска. Потому что самое главное это что? Здоровье. Закрыто, закрыто. Все закрыто. Ну что? Выходим на охоту. Мы остались. Искать нарушителей. Вроде как тут много всяких магазинчиков. Николай, готов? Готов. Поехали. Так, аптеку люди здесь входят, но это и правильно. Где же нам покупать лекарства? Александр настроился. Там салон-персты какой-то есть еще. Посмотрим, можно ли попилить ноготочки в карантин. Закрыто. Новые очки я себе сегодня не куплю. Пойдем дальше. Заходим МТС, МТС открыт. Где он? Скажи, не удри. Так, ребят, я сначала пойду куплю кофе, потом заходите. А, кстати, вот. Много хлеба. Ну, я можно так? Каково вы так вот? Заходите, как себя чувствуешь? Ловко? Бедный парень не ожидал. Я, конечно, себя чувствую неловко, но как молодой человек из МТС чувствовал себя неловко, я даже не представляю. Что он сказал? Мештанчик говорит. Бедный выпал просто на минуту. Ну, а что он сделает? Конечно, ему сказали работать. Он же не начальник. Он просто подчиненный. Ну, а здесь же это кафетерий получается. Он-то должен быть точно закрыт? Точно должен быть закрыт. Что, по кофейку, а потом нападем на них. Правильно? Да. Смотрите, еду, конечно, продают. Но все с собой на вынос. Все закрыто. Отлично оборудовано под карантин. Можно попшикать ручки антисептиком. В общем, молодцы, ребята. Подготовились с девочкой в масках. Не боитесь работать сейчас? Ну, как? Немножко, конечно, боимся. Но мы прям взбивали. Наши гостей не помогаем. Руки, салкетки. Маски поменяете? Маски меня. Каждый час. Маски, да, полчаса. Вы чего, молодцы? Молодцы. Вот. Перчатки постоянно меняем. У нас есть одноразовые. С каждым годом на выход перчатки. Но все-таки вы решили, что вы будете продолжать работать, потому что... Ну, это решило наше руководство. Мы бы хотели, конечно, иметь рентгенции. Но кто-то должен помогать людям. У нас есть клерки, необходимости, продукты. Почему нет? Вот именно. Как живут? Живем без иклерчиков неделю. Да. Я на такое не согласна. Все вспомнили, что нужно держать. Сколько дистанции? Полтора метра? Полтора. Все напошли. Съемки идут для канала Невские... Не подходи ко мне. Невские новости, да? Невские новости заразятся. Что мы будем делать? Чтоб не выкидывать перчатки через час? Нет, вы меня обманули. Инкустрак закрыт. Солон закрыт. Ресторан закрыт. Есть пицца закрыта? Да. Тоже пицца. Работает снова с 6 апреля. Хорошо, что я успела сделать ногти до этого. Молодцы. Сейчас девчонки некрасивые будут до 6 апреля. С такими ногтями неподстриженными. Просто срезлыми, да. Идем дальше. Носы закрыты, ребята. Салон парикмахерская. Тоже закрыт. В режиме магазина написано. Мы осуществляем только розничную продажу продовольственных товаров с собой на вынос. В смысле, а раньше они оптом продавали? Ну, пойдемте спросим. А, все, видите? Услуги кафе не осуществляют. Петербург. Здравствуйте. Вы пришли проверять, работаете вы в том же режиме или нет. В смысле, в кафе? Больше вы не работаете как кафе? Нет. Неделю следующую. Ну да, мы работаем как магазин. Просто вы даете и с собой, да? И пусть уходят все по ним. Ну, конечно. Все правильно. Спасибо. На цветочки у нас не вывески ничего, нет? Так, можно ли купить цветы для любимой и чихнуть на них? Проверим. Нужно. Здравствуйте. Что вы на храните? Храните. Во мне, да? Мы, я считаю, магазин не сдаем. А, что-то не сдаем. До какого числа закрываетесь? Все, как положено. Сегодня уже закрыто. Не будет. Спасибо. А повесите? Да, конечно. Я вообще просто выходила курить. То есть просто забежать к вам за одним цветочком нельзя? Нет. У нас сегодня в с веселем еще магазин издалей. Все понятно. Ладно. Простите, что вы тут хвалили. Нет, пожалуйста. Спасибо большое. Все, счастливо. Вот так вот. Закрываем. Мы приходим и закрываем все магазины. Мы на ту сторону. Да, мы на ту сторону. Мы еще искать нарушителей. Нам мало. Нам нужно больше. Но одного нашли, да? Ну, непонятно. Непонятно, понимаешь? А вдруг она действительно выходила покурить и забыла закрыть дверь. Хочется верить в людей. Хочется верить в хорошее. Надо найти каких-то зверских нарушителей. Которые на тебя будут ругаться? Сейчас все в парикмахерской сидят там в 50-ром и стрибуцах. Еще один цветочек. Ну что, а вот здесь цветы закрыты правильно. Отличка. Да, написано. Закрыты. Я не знаю, что отсюда никого курить не выходил. Парикмахерская. 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 Вы готовы? Вы готовы? Я это снимать не буду. Ну что там на стенах. Интим-бутик. Это то, что мне нужно в карантин. Так, а здесь? Давай. Здравствуйте. А что вы не настроите? Протеин это, видимо, продукты первые необходимые. Ладно, спасибо. Не буду вам приставать. Это же питание. Что у нас тут? Спортивное. Ну, в принципе, да. А как еще спортсменам питаться? Они привыкли к спортивной питанию? Ну да. Качался-качался. И тут на месяц карантин все сдулось. Сейчас мы поехали в парк, в котором люди перелазят через забор. Информацию эту кто-то предоставил, да, получается? Да. Вчера сказали, что было очень много людей, которые очень хотели погулять в парке. Вот им нужно было именно сегодня прогуляться в парке в карантин. Дома им не сидится. И они перелазили через забор, представляете, чтобы в парке в этом погулять. Поэтому мы сейчас идем их ловить. Хотя, может быть, сегодня, конечно, их не будет. Сейчас посмотрим. Там какая-то дырка или прямо через забор? Слушай, я, честно говоря, не знаю. Но сейчас будем искать. Может быть, я только езжу. Только что пришла смс к картам ЧС. Зачитываю. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность. Я думаю, вы этого не хотите. Так что я сегодня домой и все, и закрылся. Да, все. После рейда сразу домой. Сидим, смотрим телевизор. В магазин затариваем все и вперед. Так, вот он парк. Пока никого не видно. Они по-любому будут не на главной аллее. Нам где-то надо их искать в кустах. Так это нам тоже перелазить придется? Нет. Давай просто обойдем с разных сторон. Пойдем туда. Молодец. Я тоже нарушила все законы. Скорее убегаем, пока нас не засекли. Вот и все. Оказывается, не надо через забор, не через какой перелазить. Можно всего лишь пробежать здесь. Петербург. Он закален от всех. Все, молодец. Да. Стой. Да. Все закрыто. Пойди, нет. Подожди, мы не придумали ничего. И не случаются. Происшествий мало. Пойдем сегодня с вами. Пойдем сегодня с вами. Что? Карантинный отдел. Происшествий. Эля, 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 Ильи, и Нюра, и Нюра-Дашевская, и деля. Я не говорю ничего больше. Еще у нас надо. Все закрыто. Пойти не надо. Город дешевый. Поэтому с вами карантинный отдел происшествий и Нюра-Дашевская. Устроим рейд. Так, ребят, у нас поступило... Как это правильно называется? Сообщение. У нас вызов. Мы едем на ДТП. Там перевернулась БМВ. Выдвигаемся. Мы уже поставили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто на боку был? На крыше получается Ниссан лежал. Все, ребят, я буду выдвигаться домой. Прощаемся с Нюрой, с Александром. Александр, нас там. Они дальше. Мы поехали дальше на выезд, а ты к нам заезжай. Обязательно. Давай. Ну, а мы, ребята, двигаемся в сторону дома через магазин и аптеку. Затариваемся дня на 3-4. Поднимаемся в квартиру, закрываем и никуда не выходим. На карантин. Побыл сегодня немного с ребятами. Посмотрел, какой у них рабочий день. То есть, все обалденно, интересно. Как-то вот все на одном дыхании проходит. Молодцы. Знакомец с ними уже больше полугода. Ютуб-канал «Отдел происшествий». То есть, сегодня у них на канале будет полный ролик. То есть, они поехали еще дальше снимать. Ссылки на канал оставлю в описании. Сможете зайти, перейти, посмотреть. А так, в основном, такие вот ролики жуткие. Мы сегодня разговаривали. То есть, я говорю, приходилось ли вам видеть трупы. Все вот такое. То есть, ну, все это, да, приходилось видеть. Вот, не будем о плохом. По городу Санкт-Петербургу, да, ребят, закрыто все. То есть, и парикмахерскую мы не смогли найти открытую. Все такие вот кафе, какие-то ночные клубы. У нас был рейд в 12 часов ночи. Закрывали Думскую. Это я по новостям увидел. Ребята вот рассказали, что все везде позакрывали. Там какие клубы пытались еще работать. Нет, к этому все отнеслись серьезно. На улице народу очень мало. То есть, ну, ребята, видимо, кто-то по работе, кто-то куда-то едет. Но движения прям, ну, не было такого. Поговорил с местными. Они говорят, нет, нет, вообще, то есть, дико для Петербурга. Что так мало. Это у нас Петергофское шоссе, у нас одна дорога. Поэтому она такая мало-мало оживленная. Ну, и, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. А мы дальше долечиваться. Не знаю, смогу я в среду снять швы или нет. Но постараюсь все-таки. И, скорее всего, через неделю уже в бой. Поедем за новым автомобилем. Будем его обустраивать. Готовиться к рейсу. То есть, все заново буду делать. Устанавливать. В какой цвет пол делать. Вешать ли шторки нет. Скорее всего, нет, ребят. Потому что что-то я передумал со шторами. Дай я тебя пролезу, пожалуйста. Спасибо огромное. Посмотрю, в общем, в какой цвет. Какая музыка. Стол. Ну, стол, Мишка говорит, свой забери обратно. То есть, посмотрим. Это все будет видно. Обустроим машинку. Всем пока-пока. Короче, я затарился. Тушенка есть. Все есть. Все полный холодильник. Полный магазин. Ничего такого нет, что там нехватка. Крупы все на месте. Все, короче, есть, ребят. Можно не переживать. На разворот. И домой поехали.